Схемы, как поделить власть на троих, дошли уже до такого уровня сложности, что могут повлиять даже на курс национальной валюты. В том случае, если частью торгов станет и пост главы Национального банка. Честно говоря, не лучшая работа в Украине и в эти годы, когда с каждой неделей угрозы для финансовой стабильности только нарастают. Алексей Пшимовский продолжит эту тему. Взлетит или не взлетит? Новости о блокаде Донбасса, слухи о подставке главы Национального банка, а тут еще и неожиданно опомнился МВФ, от которого Украина долго ждет очередной транш. Прогнозы курса гримны последнее время больше похожи на гадания. Еще после национализации Приватбанка многие пророчили цифру 29. Теперь в курсовой пасьянс добавились и новости с фронта. Нацбанки озвучили цифры, во сколько может обойтись стране блокада. Если блокирование будет короткочасным, то вплив на платежный баланс приблизительно 300-400 миллионов долларов. Если блокирование продолжится на протяжении всего года и такая ситуация продолжится, то, конечно, вплив будет более серьезный. За нашими оценками, это будет приблизительно 2 миллиарда долларов вплив. И тут же успокаивают. Ситуация не критичная, хотя курс, возможно, придется пересмотреть. Не бачимо серьезного вплива на курс гривни. Безумовно, если будет дисбаланс, курс будет скорогованный. Но, опять же, мы не бачим какой-то катастрофы. Но вот многие экономисты такую уверенность разделяют мало, ведь еще нужно и долги отдать, и с кредиторами рассчитаться. Украина нуждается во внешнем кредитовании на протяжении этого года в размере порядка 5 миллиардов долларов. Эта финансовая потребность 5 миллиардов долларов легко может быть увеличена как минимум на 2-4 миллиарда долларов из-за блокады, которая сейчас есть на востоке страны. Значение на конец года гривны в размере 30 гривен за 1 доллар кажется тогда уже просто несбыточным прогнозом. Но пока доллар держится на уровне 27. Хорошие новости на этой неделе неожиданно пришли из МВФ. Киеву наконец удалось подписать долгожданный меморандум с фондом. Уже в ближайшее время там могут рассмотреть украинский вопрос, выделять ли очередной транш в 1 миллиард долларов. Мы оптимисты. Мы считаем, что мы должны отримать транш. Украина очень много сделала для того, чтобы отримать этот транш. Это и реформы в банковском секторе, и податковые, и разные податковые вещи, и бюджет был принятый, и был национализованный на больший банк. Казалось, теперь уж курсу ничего не угрожает. Однако новости из Вашингтона затмила другая. О возможной отставке главы Нацбанка. Тема далеко не новая. О том, что Валерия Гонтарева покинет пост, начали говорить сразу после ее назначения. Но если раньше в Нацбанке эти слухи даже не комментировали, то теперь уже сама Гонтарева дала понять. Освободить кресло готово. Может ли так оказаться, что меморандум, который планируется согласовать в ближайшее время, будет последним, под которым будет стоять подпись главы НБУ Валерии Гонтаревой? Таке может оказаться. Главный вопрос, кто сменит руководителя главного финансового регулятора. Одним из главных кандидатов многие называют Арсения Яценюка. Он уже исполнял обязанности главы Нацбанка в 2004-м. Тогда многие обвиняли молодого политика в чрезмерной выдаче кредитов коммерческим банкам. Однако сам Яценюк такие перспективы опроверг. Не уверены в положительном влиянии на гривну бывшего премьера и политологи. Арсений Петрович сегодня абсолютно дискредитированная фигура в глазах общества. Если посмотреть рейтинги 1-2%, и вернуть его на должность руководителя НБУ, это подлить масло в огонь. Это не исправит ситуацию. Однако то, что Валерия Гонтарева вскоре покинет, пот не исключают. Возможно, ее место просто сегодня кому-то нужно. Сегодня говорят о том, что будет восстанавливаться коалиция, может туда вернуться радикальная партия Ляшко. И возможно, в этих перетрубациях в правительстве и парламенте, которые начнутся с возвращения радикальной партии Ляшко, кресло главы Нацбанка кому-то в конце концов пригодилось. Более вероятными кандидатурами я считаю кандидатуру из Тельмаха, бывшего главы Национального банка, из Шлопака, который сейчас возглавляет Приватбанк, и даже Виктора Ющенко. Главной миссией Гонтаревой стала санация украинских банков, считают экономисты. Но не исключают, следующему главе НБУ придется решать проблемы уже с курсом гривны. С блокадой ситуация в экономике осложняется, валютной выручки будет значительно меньше, стало быть, будет давление на национальную валюту, и придется ее девальвировать. И вот эту миссию девальвации, очевидно, не все хотят. Особенно те, кого бы хотел президент на месте Национального банка. Но пока на валютном рынке затишье, последует ли за ним буря, каким будет курс осенью и поедет ли Вашингтон договариваться с МВФ, уже новый глава Национального банка, пока остается лишь гадать. Действительно ли должность главы НБУ станет разменной монетой для создания новой коалиции, увидим уже скоро. Следующая неделя в парламенте пленарная. Алексей Пшемыский, Богдан Вербицкий, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал Интер.